Окей, хорошо, всем привет, я буду рассказывать вам про такую клевую штуку, как Сапер, ну давайте начнем с того, что вообще кто из вас знает, что это такое? Господи, вы все знаете, ну все, можно на самом деле, Паш, мы сворачиваемся, да? Да, на самом деле, я думаю, что всем будет интересно послушать, давайте, если у кого-то есть желание, можно подключаться, у нас интерактивная презентация, тут просто маленький как бы спойлер, вот Паша начал говорить, что эта презентация сделала на Сапер, сделала на Сапер, на самом деле, потому что я не умею делать презентации, вот, и как бы первым, ну каким-то решением для меня сделать презентацию было, ну как бы, почему бы и нет, Сапер на Сапер, но, если вкратце, Сапер для больших и маленьких, да, почему для больших и маленьких, потому что у нас есть маленькие проекты, есть проекты большие, да, как бы, ну может быть чуть больше, да, чем маленькие, вот, и я вам постараюсь рассказать сегодня о том, почему вам стоит использовать Сапер на подобных проектах, ну независимо от того, какого они размера. Ну, вот с этими, кстати, технологиями кто-то сталкивался? Так, ну то есть общее представление знать. Ну давайте чуть пробежимся, если вкратце, то, ну, как бы, когда мы говорим про там свелки, а, короче, мы говорим про, ну, в чистом виде, как бы, фронтенд фреймворк, да, как бы, но есть такие, как бы, фреймворки, как бы, аппликашн фреймворки, которые нам поставляют из коробки очень много клевых фич, упрощают нашу жизнь, делают ее радостно и приятно, и позволяют нам быстро и удобно создавать какие-то приложения, ну, вот для эксосистемы React это Next.js, для Vue – Nux.js, я думаю, что многие, как я вижу, работали с ними. Какие проблемы вообще, они позволяют нам решить, что, ну, сложность приложений постоянно растет, да, то есть если взять там среднестатистическое приложение там несколько лет назад, и сейчас, да, скорее всего, ну, мы захотим иметь гораздо больше, да, мы хотим использовать современные фичи сразу же, да, все, которые есть там последние, создавать эти приложения при этом быстро, да, то есть не тратить на это много времени, и чтобы голова у нас не болела, вот. Поэтому из коробки, ну, как правило, ну, все вот эти три штуки, они нам дают такие, ну, как бы, клевые, это SPA, да, то есть это как-то роутинг, сервис-сайт-рендеринг, ну, код-сплитинг и оффлайн-саппорт тоже, как бы, поставляют нам. В случае, если мы говорим про саппер, да, ну, давайте быстренько пробежим сейчас, ну, что вообще есть из коробки, это две системы сборки, RLAP, Webpack, ну, поддержка PVA, да, соответственно, и в случае, если, допустим, использовать готовый шаблон, есть саппер-темплайт-шаблон, ну, это будет еще настроено на утилиты тестирования саппер-сайон. Вот. По структуре проекта, ну, то есть, допустим, мы взяли, создали свой проект, там, склонировали, что у нас вообще в нем будет, у нас в нем будет файл-темплейт-html, клиент-js, сервис-js, роутс и сервис-воркер, ну, давайте последовательно, что вообще есть что. Темплейт-html, ну, это базовый наш шаблон, поскольку у нас сервис-сайт-рендеринг, да, ну, и не только, да, нам нужно, как бы, какой-то иметь контроль над тем, ну, куда рендерится наше приложение, да, соответственно, это базовое html, которое содержит, там, тег-хет и прочее, и там существуют специальные, ну, такие конструкции, ну, как бы, куда мы вставляем, с помощью которых мы вставляем рендеринные с помощью сервенного API с велд, да, элементы, соответственно, хет, стиле и скрипты, вот, и рендеринг тмл, вот, там никакой магии, это, ну, просто, как бы, вставляется, да. Далее есть Client.js, Client.js это файл, где мы стартуем наше приложение на клиенте, то есть, если, как бы, говорить, ну, про SPA, да, то есть, это обычно приложение, если у него есть какой-то рутовый компонент, Client.js это, ну, собственно, его старт, и в отличие, допустим, от, там, того же Next.js или, там, View, то есть здесь мы имеем абсолютно полную, как бы, свободу, как мы будем это делать, то есть мы можем что-то перед стартом, допустим, какой-то выполнить код, потом выполнить, это, по сути, функция, которая возвращает promise, да, соответственно, можем также захендлить ее, как promise, и что-то после этого, да, сделать. Полный контроль, можем не делать ничего, вот. Помимо этого, Client.js у нас поставляет, ну, старт, да, соответственно, и таргет, куда у нас будет рендерено приложение, GoTo, это программная, ну, как бы, навигация по роутам, а Prefetch, это Prefetch роутов, то есть, грубо говоря, мы можем там передать в эту функцию какой-то роут, который хотим дополнительно предзагрузить, и он будет предзагружен, и у нас будет быстрее проходить переход между роутами. То же самое Prefetch роут, это просто штука, которая, ну, массив, типа, таких рулов принимает, вот. А на сервере, по сути, это просто middleware, middleware, то есть, если, я думаю, многие из вас знают Express, я думаю, что все, наверное, знают, вот, соответственно, это обычный просто middleware, мы можем его вставить где угодно, да, как бы в коде нашего, там, ну, грубого экспресса, да, там, либо экспресс-совместимого сервера, по умолчанию, кстати, там в сапер-темплейте используется полка, типа, типа гламурный, не знаю, вот. И, ну, и, соответственно, пользу, ну, используя это как обычный middleware, вот, Express middleware, ну, не знаю, что еще здесь добавить, можно передать в него параметр session, это, ну, некая информация, да, которую мы хотим, там, из нашего middleware забрать, допустим, мы можем, там, перед этим авторизовать пользователя, что-то сделать еще, там, приятное, и получить эту информацию, ну, в дальнейшем. Вот. Основной концепт, в принципе, ну, подобных фреймворков, это файловый роутинг, да, то есть, как бы, файловый роутинг, ну, почему, как бы, файловый роутинг, а не, ну, как бы, ну, типа, там, не знаю, через конфиги, да, когда это делается, это, как бы, всегда соглашение о том, что мы номинуем, допустим, роуты так, оно воспринимается несколько проще разработчиками, да, как бы, нежели чем, когда мы дефайном роуте, потому что нам приходится, ну, все равно, как бы, как-то манипулировать этим, да, то есть, а тут мы, плюс к этому, получаем еще сразу же структурирование на некие, как бы, изолированные сущности, да, то есть, которыми у нас являются роуты, и, ну, как бы, это воспринимается очень легко. В общем, основной концепт, то, что каждая у нас страница, каждый наш роут, это в любом случае будет, ну, как бы, с велфайлом, вот. У нас есть такая штука, как префикс, ну, то есть, как бы, ну, что мы вообще хотим сделать, если мы, допустим, не хотим, чтобы у нас, вот, какой-то файл мы положили в папку роут, и не хотим, чтобы он у нас попал в роут, да, ну, мы должны использовать префикс. Вот, просто дописываем префикс, он, соответственно, у нас этот файл не будет являться роутом. Помимо этого, существует два специальных шаблона, да, то есть, как бы, дополнительных, это как, ну, исключение, да, это страница error, ошибки, да, и layout. Layout – это, ну, штука, которая оборачивает все роуты, которые находятся, грубо говоря, ниже нее, вглубь по структуре папок. Вот, то есть, если вкратце посмотреть, это будет выглядеть вот так вот, то есть, грубо говоря, вы там задефинили папку роут, написали в ней layout в вашу роуту, вы там добавили, допустим, что-то там, типа заголовок, там, хедер или что-то еще, добавили там какой-нибудь другой роут, в нем тоже задефинили layout. То есть, эта штука, она работает каскадом, и на любом абсолютно уровне вашего роутинга, то есть, ну, можно определить layout, и это будет все прекрасно работать. Вот, это очень прикольно. По сути, когда мы вот говорим вот про вот этот вот слайд, да, то есть, что они, типа, вкладываются в один другой, то есть, у нас дочерний роут для layout, это будет просто, ну, типа, child, да, то есть, там нужно обязательно в layout define slot, вот, и именно в этом месте, где мы define slot, у нас будет отрендерен, ну, дочерний компонент, или не отрендерен, если мы, например, ну, как бы не хотим это делать, ну, по какой-то причине. Вот. Также в плане наименования роутинга нам доступны динамические параметры, то есть, если мы используем квадратные скобки, мы, допустим, можем какой-то динамический сегмент там определить, и у нас внутрь компонента, он будет, ну, как бы возвращен, как бы в качестве параметра, и мы с ним можем что-то сделать. Вот. Помимо этого, мы можем использовать регулярное выражение для этого, и мы можем использовать такую клевую штуку, как ростоператора, то есть, грубо говоря, это штука, которая в себя вбирает неограниченное количество сегментов, чуть подробнее об этом позже расскажу. Вот. Ну, то есть, вот, как бы в данном случае, да, например, он нам показывает, что все вот эти роуты, да, они валидные, и они все будут работать. Вот. То есть, мы можем, допустим, определить этот сегмент, да, дополнительно сделать на том же уровне какую-нибудь выборку по регулярному выражению, да, в данном случае там ID09. Можем дополнительно, допустим, где-то в глубине, ну, задефинить универсальный роут, который у нас будет принимать вообще любой роут, ловить, да, и, допустим, сделать еще какую-нибудь дополнительную выборку, в данном случае промо, да, с AIS, там, допустим, вместе с регулярным выражением, да, и все эти роуты у нас будут работать. Вот. Как бы под капотом, чтобы просто было понятно, это превратится вот примерно в такие регулярки. вот, превращается, да, вот, и, соответственно, ну, как бы просто по этим регуляркам, ну, как бы ищем это все. Вот. Если, кстати, кто не понял, ну, эта штука на сапере сделана, и здесь как бы different page transition, то есть это, мы ходим с вами между страницами, я, кстати, что-то вначале сфокапил и не рассказал вам, что если вы используете устройство, там, tab, как stories работает, типа, правая часть экрана, это вправо ходим, а влево, ну, типа, нажали назад, точно, не знаю, ну, вот. Давайте еще немножко расскажу про prefetch. Как бы вообще, как у нас происходит навигация по роутам в сапер. Если, ну, допустим, ну, я думаю, что все, ну, большинство здесь писало на реакции, да, то есть нам нужно обязательно что-нибудь импортить, какой-нибудь там линк, вот, и с помощью нее там навешивается, типа, обработчик на это, и он, типа, определяет, что нужно переходить. В сапер у нас просто задефайнул общий, как бы, хендлер на это, да, который смотрит, что если у нас этот роут как бы присутствует, ну, в рамках там нашего, условно, где там домен, да, приложения, то у нас будет программная, ну, двигация в нем работать. Вот, соответственно, если нам, ну, это нужно дополнительно, мы можем использовать такой тег как relprefetch, да, relprefetch это, по сути, то же самое, что там было, типа, preload, да, только, ну, просто указали, и, допустим, пользователь мышки навел на этот теглинк, и у него эта страница будет предварительно загружаться, все ресурсы для нее тоже будут выкачиваться, и таким образом у нас будет переход между страницами происходить значительно быстрее и отзывчивее. Вот. Если не нужно, нам там есть тоже возможность это делать. Вот. Ну, и далее, допустим, вот мы нажали на ссылку, да, как бы, перешли на какую-нибудь страницу, и как нам вообще получить данные для этой страницы, да, то есть есть специальный такой концепт, это скрипт-контекст-модуль в Svelte, ну, и если вкратце, это точно такой же текст-скрипт, который, ну, по сути, там, код в нем будет выполняться перед инициализацией компонента, короче, в самом начале, вот, если очень сокращен, вот, и в Saper у нас есть возможность определить в этой секции функцию preload, да, preload это, по сути, ну, просто контроллер некий, который всегда принимает параметры текущей страницы, сессию, это вот то, что мы передавали, допустим, в SaperMiddleware, да, Session в данном случае это просто обычный store, вот, Svelte Store, ну, и мы можем, соответственно, здесь какие-то сделать дополнительные запросы данных, может быть, выполнить какие-нибудь вычисления там, при первом заходе, ну, как это работает, то есть мы идем на сервер, да, допустим, если у нас там, ну, динамически идет pre-render, выполняется этот код и, там, генерится HTML и выплевывается на клиент, вот, при переходе, допустим, программного в браузере, ну, просто при заходе на каждый новый роуд, либо при смере, там, query параметров, либо, ну, просто, соответственно, происходит pre-render этой функции, вот, и мы можем там какие-то дополнительные данные для нашей страницы зафетчить, вот, ну, то есть помимо pre-load, ну, ты как бы, внутри вот этого контекста, да, данного модуля у нас есть, ну, изоморфные методы, которые будут работать как на сервере, так и на клиенте, это thisFetch, да, ну, то есть с помощью нее мы можем фетчить данные и не думать о том вообще, как бы, какой фетч используется, да, thisError, это, ну, по сути, штука, которая нас на страницу ошибки перебросит, и thisRedirect, это, ну, как бы, ну, тоже, как бы, просто Redirect, вот, если нам нужно, допустим, где-то в любом компоненте использовать, ну, параметры, которые, ну, поставляет Сапер, да, то есть есть такая штука, как Stores, ну, по сути, это некая штука, которая через замыкание, там, отдельная история, она возвращает нам preloading этого, ну, по сути, Store, который содержит в себе булевого значения, то есть идет ли сейчас загрузка страницы, параметры страницы, то же самое, что мы видели в preloading session, ну, тоже видели, вот, другая клевая фишка Сапер, это серверные роуты, вот, соответственно, когда мы не define svelte файл, да, мы define, допустим, gs файл в папке roads, мы получаем, по сути, такой некий модуль, да, который является, опять же, ну, просто контроллером для нашего, как бы, middleware на сервере, да, и с помощью него мы можем, допустим, описать какую-то нашу бизнес-логику на сервере, да, допустим, если у нас монолит, вот, и мы хотим, ну, какой-то сделать, там, походу в базу, да, либо что-то еще, мы можем внутри, допустим, вот этого файла, да, определить нашу бизнес-логику, и таким образом мы сразу же будем, как бы, инкапсулировать в нем всю, ну, логику данного модуля, да, то есть, допустим, мы можем, там, задефинить любой метод, да, то есть, ну, по сути, мы можем, там, get post-patch, ну, вместо delete, там, пишется del, вот, потому что нельзя использовать delete, вот, как бы, и у нас будут работать, ну, по сути, как REST будет работать, да, то есть, к этому мы чуть позже вернемся еще, вот, давайте расскажу про экспорт еще, то есть, ну, если мы хотим, не хотим, допустим, иметь backend на ноде, да, то есть, то, что мы все говорили, мы говорили, там, про middleware, экспресс-сервер, да, который у нас все делает, мы можем сделать статический экспорт, он тоже доступен для сапер, по сути, как он работает, мы запускаем команду экспорт, там происходит краулинг, да, он ходит по любым ссылкам, которые есть в шаблонах, да, смотрит, соответственно, если они у нас, ну, опять тоже веду, да, как бы на сайт, из них по ним переходит, там, допустим, для них подзабирает данные и, опять же, тоже делает из них статику, то есть, по сути, на выходе мы получим при запуске экспорта мы получаем абсолютно полностью статический сайт, вот, и дополнительно там есть такой параметр entry, тоже можем какие-то дополнительные туда роуты указать, если, допустим, нет сюда ссылок, допустим, да, ну, в общем, как бы, и мы можем, да, получить полностью статическое приложение без какого-либо node.js на сервере, как бы, ну, просто статику сгенерили и все прекрасно, вот, и спим спокойно, вот. Ну, на самом деле, как бы, это был очень такой lightning talk, вообще, в принципе, вся эта штука есть в документации, вы, естественно, все это, я думаю, знаете, вот, не знаю, зачем рассказывал, ну, да, ну, давайте поговорим про самое интересное, как бы, вообще, какие задачи и проблемы позволяет нам сапер решить, да, то есть, и зачем вообще нам стоит его использовать на самых разных проектах, скажем так, да, вот, я думаю, что многие из вас сталкивались, ну, то есть, как бы, допустим, ладно, вам нужно сделать там какой-нибудь простенький сайт, да, ну, все просто, сделали простенький сайт, экспортнули, все прекрасно, у нас статика, там, чудесный свелт, все клево, мы радостны, и все, в общем, жизнь прекрасна, вот, ну, допустим, у нас уже какой-нибудь роутинг есть, да, вот, и, ну, то же самое, здесь мы можем тоже обойтись, кстати, статическим экспортом, вот в этом случае, у меня аж как сделана, допустим, та же презентация, ну, есть, по сути, какое-то количество компонентов со слайдами, и один роут, ну, динамически определен, вот, и там просто в нем сделан префеч, в нем дали хендлиться, ну, типа, индекс слайда, и ставится внутрь ссылка, ну, на следующий слайд, вот, и когда, типа, краулинг запускается, он просто берет и последовательно по всем вот этим вот слайдам пробегает, их складывает, и я их задеплоил через нам, нам работает, там, одна команда запустил, все задеплоилось, вот, и в случае, допустим, если у вас простой роутинг, как бы, все ок, да, то есть, на самом деле, там, у вас может быть вполне себе ограниченное количество, там, вот, не хайдамов, там, 15, 20, 30, да, 40, экспортнули, опять же, получили статику, все прекрасно, вот, ну, у вас может начать все как-то расти внезапно, да, то есть, допустим, там, добавился какой-нибудь, если у вас магазин, да, или, там, ну, что-то, что требует более, там, навороченного роутинга, какие-то у вас динамические, там, появляются разные сущности, и, как бы, в какой-то момент он начинает очень сильно усложняться, роутинг, и эту проблему, как бы, ну, нужно как-то решать, вот, и ее, на самом деле, позволит, позволяет решать rest-роуты, вот, rest-роут, ну, то есть, по сути, мы можем, в данном случае вот эта штука, да, это, по сути, универсальный некий роут, который мы можем просто определить в роутинге нашего приложения, и у нас он будет хендлить, по сути, все роуты, которые у нас не отхендлятся до него, да, то есть, мы можем здесь, в нем, там, ну, какую-то бизнес-фирику, там, редировать на страницу ошибки, либо что-то еще делать, да, то есть, как бы, и у нас все будет работать, то есть, вот, на данном примере, да, если посмотреть, здесь будет, опять же, да, какое-то количество роутов, да, и будет, ну, как бы, визуально это выглядит, как некий, ну, для меня лично, как overwrite, да, то есть, мы взяли какой-нибудь роут, определили в нем какое-то количество сегментов, да, ну, то есть, неизвестное количество сегментов, потом взяли, допустим, захотели сделать выборку по ID, да, ну, или там, по какому-нибудь другому, там, регулярному выражению, мы, соответственно, пишем такой роут, и там описываем какой-то дополнительный кейс, допустим, у нас есть там какой-нибудь магазин, потом у нас появился раздел в нем промо, и он отличается, допустим, от, там, типовой какой-нибудь страницы товара, ну, условно говоря, да, вот, и нам нужно как-то хендлить, то есть, если мы, допустим, брали бы и писали какую-то логику, что вот если это, там, промо здесь покажи то, для нас, возможно, это было бы переусложнением, в случае, допустим, когда у нас таких исключений, ну, как бы, появляется очень много, да, а так мы можем просто на это дефинить определенный роут, и с помощью него, там, как бы, ну, описывать какую-то дополнительную бизнес-логику, это будет как-то гибче, более прозрачнее, понятно, ну, декомпозировано, и это будет удобно, вот, а также мы таким же образом можем использовать серверные роуты, да, то есть, мы можем таким же образом, если у нас, допустим, монолит, да, мы можем делать то же самое с серверными роутами, да, и, как бы, точно так же делать такую же штуку для, для, вот, нашего, допустим, там, экспертный бувер, да, то есть, мы можем, там, какую-то бизнес-логику описать, мы получим сразу же хорошее разделение на модули, да, то есть, все будет декомпозировано у нас, у нас будет структурировано очень хорошо все. Хочет тоже здорово, вот. Вадим тут начал немножечко рассказывать про, как он, ну, мигрировал, да, вот, с React'а все это, и забросил удочку, что я что-то расскажу еще, вот, про это. Если вкратце, то мы точно так же можем использовать наш экспресс middleware, да, то есть, поскольку, по сути, это же просто middleware, да, мы можем перед этим хендлить, не знаю, там, у нас используется какой-нибудь там другой сервер, да, допустим, какой-нибудь другой сервер на middleware, да, мы можем после него определить наш сапер middleware, да, и в рамках одного сервера у нас, как бы, будет, допустим, он будет хендлить какие-то специфичные тоже роуты, да, и таким образом, ну, партиально мигрировать, ну, мне кажется, это отдельная история, но в целом, я не знаю, общая идея, как бы, ну, такая. И, ну, нельзя, как бы, рассказывая про сапер, вообще поговорить о будущем, вообще, что нас ждет, ждет, потому что я думаю, что многие, кто интересуется сапер, видели, что сейчас, может быть, не столь активно там идет какой-то движ, да, то есть там не так, чтобы все суперкоммитится, я пообщался с Ричом, я написал письмо и спросил, типа, Рич, когда же нам ждать первую версию, вот, что же вообще нас ждет, он сказал, что у него очень не хватает времени на то, чтобы заниматься сапером, и основные, как бы, вещи, которые он хотел бы видеть в нем будущем, ну, в нем, да, это возможность на его базе делать NoSysR приложение, то есть сейчас это, ну, как бы, из коробки это СССР, да, а многие хотят, как бы, иметь сразу же настроенный, ну, типа, именно клиентский, да, как бы, SPA приложение, да, без СССР, ну, как бы, видимо, людям это нужно, соответственно, такая возможность должна появиться, он планирует, что очень хотел бы видеть, как бы, какую-то возможность создать СССР приложение сразу, да, используя также электрон, да, то есть, допустим, на базе сапера можно было сразу же создать электронное, например, приложение, да, как бы, из коробки, и для этого был весь функционал. Возможно, какой-то Markdown Editor и хорошая поддержка 18N, ну, который сейчас, к сожалению, пока тоже не совсем есть, но, соответственно, как скоро это все будет происходить, ну, соответственно, мы увидим, там, первую версию, вот, но, вот, по моему опыту, даже сейчас, как бы, в том виде, в котором есть технология, она весьма стабильно работает, ее можно, нужно использовать, она реально может попростить вам разработку, и, ну, как бы, я вам настоятельно рекомендую, в общем, использовать ее на самых разных проектах, также присоединяйтесь в сообщество Телеграме, CyberJS, я не знаю, есть ли кого-то там нет, вот, ну, в общем-то, там какое-то постоянное общение идет, Паш там всем отвечает, вот, всем спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо за доклад, работает? У меня вот такой вопрос, если у нас есть страница, которая находится глубоко в папках, как мы можем использовать компонент, который находится в папке компонент, ну, допустим, если мы возьмем пример темплейта саппера, без вот этих многоточий. Еще раз вопрос. Ну, смотрите, то есть в примере темплейта есть импорт компонента. Нет, в примере темплейта не импорт компонента, в примере темплейта мы импортим… Навигацию. Нет, темплейт, ты имеешь в виду темплейт, там, SRC, темплейт HTML, правильно? Или что? Нет, нет, я имею в виду, вот есть, к примеру, саппер-приложение. Ага. Вот. А, саппер-темплейт. Саппер-темплейт, да. Окей, хорошо, да. Вот. Там есть импорт компонента Navigation, который отвечает за кнопочки. Ну, да, да, да. А, допустим, если у нас есть страница, которая находится глубоко в папках, каким образом нам удобно… А, исключить? Ну, смотри, достаточно частая проблема, ну, чтобы, как бы, ну, здесь, я не знаю способа сделать это очень легко. Самый простой способ – это просто проверять, что у тебя, ну, определенный, допустим, матчинг роута, да, происходит, где тебе не нужно показывать, и, соответственно, не показывать его, этот компонент. Но это самый простой способ, самый очевидный. Я понимаю, что может быть много исключений, да, где, допустим, у тебя это происходит, но, ну, по крайней мере, я не знаю, как это сделать это вообще, к сожалению. Это такой минус. Ну, вот, да. Я что-то сначала подумал, что вопрос в другом заключается. Да. Да. А можно все-таки я уточню? Ты спрашивал про spread-роуты или про то, что если у нас большая вложенность компонентов страниц, как использовать компоненты, которые глобальные, у самого мира? А, я неправильно понял вопрос. Тут другой вопрос, да. То есть смотри, так как у нас роутинг основан на файловой системе, глубина вложения этих папочек может быть слонгой любой, а у нас есть некий там папка components, где у нас там какие-то общего назначения компоненты, header, navbar. Я понял. Как не писать куча… Ты имеешь в виду, как не писать много точек, да, при… А, ну, господи, для этого существуют алиасы. Вот, есть алиасы, соответственно, для вип-пака существуют алиасы, там для роллапа есть плагин, вот, в принципе, в нем можно определить, допустим, там через, я не знаю, собачку, да, там, допустим, ты будешь импортить там компонент, слэш, там, какой-нибудь там компонент, и за любой уровень вложенности как бы использовать это. Вот, как бы, эту проблему решают алиасы. Да. Так, еще вопросы? Да, у меня вопрос был. Спасибо за доклад. Вот ты рассказываешь про рест роутинг, получается, и что можно похендлить, например, динамически большое количество вложенных там сегментов. А допустим, у нас, например, вообще не существовало роута изначально, и пользователь пытается его добавить с самого приложения. Такое возможно, например, был роут у нас users, а потом кликнул какой-нибудь чекбокс, и у нас появился роут продактс. Типа такое возможно похендлить в сайпере? Ты имеешь в виду именно динамически, чтобы у тебя появился роут? То есть изначально не было, а вот он появился. Ну, а зачем, ну, как бы, я просто не очень понимаю кейс, когда ты хочешь. Ну, например, это фича как-нибудь этого юзера, то есть им только доступно ему этот роут, он может только им пользоваться. Ну, смотри, ты имеешь в виду, ну, у тебя будет выполняться при роут в этом компоненте, да, ты имеешь в виду, то есть компонент, да, в нем есть какой-то дополнительный экстенд функционал, да, но самый простой способ, если он туда делает именно переход, как бы, по ссылке, да, и ты не хочешь как-то динамически этой ссылкой управлять, да, я правильно поднял вопрос? Не управлять им, а чтобы я не давал вообще доступа к нему, что там что-то есть, не говорить вообще. Ну, ты можешь в том же, допустим, у тебя же есть, у тебя может быть какой-то свой стейт, да, допустим, ну, store, да, глобальный, где ты там в своем состоянии хранишь, вот, у тебя может быть, не знаю, там, кука, да, и ты, допустим, проверяешь, на каком, ну, в каком этапе сейчас находится юзер, да, если там пермишишь, например, да, на доступ к этому роуту, у него, когда у тебя стартует прелоуд, точно так же проверяешь, может ли он, допустим, перезагрузить в нем, да, какую-то, делаешь проверку и, допустим, делаешь ему редирект, да, или, допустим, ошибку выращаешь, да. А такого момента, например, как создание вот именно этого файлика для хендлинга этого роута, такого не получится сделать, да? Нет. Нет, именно динамин, я на сколько имею в виду, нет? Так, давайте еще раз уточню вопрос. Речь идет про гарды, то есть, которые, условно говоря, некий предпроцессинг осуществляет, например, проверку на авторизацию. Ну, я понимаю. Это вот можно сделать с помощью прелоуда, да. Или речь идет о том, что, условно говоря, у нас в контексте приложения может появиться ссылка, которой раньше не было. Ну, да, да. И мы должны ее уметь хендлить. На самом деле не нужно здесь добавлять новый файлик. В принципе, спред роуты решают эту проблему. А, я понял, да. У тебя может быть спред роут, который хендлит все, что угодно, а внутри ты уже в JavaScript, работаешь с этим массивом сегментов и принимаешь решение о том, надо показывать, не надо показывать. Ну, это вариант, да. Соответственно, да, это нормальный вариант совершенно. Просто там больше будет именно такой работы JavaScript, чисто. Окей, спасибо. В общем, да, как бы спред роуты это решают полностью, да. Спасибо за доклад. Отличен на отличенную тему. Какой сервис МТС ждать в ближайшее будущее на Сапере? На самом деле я надеюсь, что обязательно будут сервисы МТС на Сапере. Но если, ну, вопрос лично про меня, да. Вот. Я относительно недавно перешел в МТС. До этого работал как бы в, ну, относительно небольшой компании. Мы как раз делали проект на Сапер. Когда я сейчас перешел в МТС, я предложил использовать Свелт и Сапер. Ну, на что, как бы, главный аргумент был, что, ну, мало разработчиков. И как мы вообще будем это поддерживать, если ты, например, уволишься. И я очень рад видеть здесь такое большое количество, ну, как бы, интересующих Свелт разработчиков. Потому что у меня теперь есть аргумент. Я могу сказать, что как минимум 120 человек интересующихся и знающих, да, как бы, про Свелт есть. И один в стриме. Да. Да, ну, или там сколько, да, вот пришло сегодня. Соответственно, я очень надеюсь, что обязательно будут сервисы. Какие-то сделаны на Сапер в МТС. Вот. А как скоро, не могу сказать. Спасибо. И вопрос к Паше, да? Да. Стандартная отмазка сначала добейся. Да, да, да. Типа добейся. Вот. И это делает еще больше чести ребятам из Mail.ru, которые, так сказать, это взяли, несмотря ни на что, просто проанализировали задачу и решили, что это им подходит и рискнули. Паш, у нас есть источник какой-то, список сайтов, которые насыл в Сапере? На Сапер на МТС. Вообще много таких запросов, много просят что-нибудь такое собрать, но просто до этого руки пока не доходили, к сожалению. Ну, вот если кто-нибудь, кстати, возьмется… Да, 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 если кто-нибудь возьмется, вот у нас там есть энтузиасты, которые собирают там статьи, там видео, да, welcome. Впрочем, вот у товарища есть, я думаю, примеры сайтов, которые вы делали? Да, да, есть пример. Привет, спасибо за информацию. У меня вопрос простой про статик… Ага, экспорт. Да, сборку статики. Абстрактная ситуация, у нас, допустим, 10 тысяч файлов собирается при сборке статики, и я поменял один из них, и чтобы все не собирать, есть такой механизм для гифа? Чтобы… Я не дока статического экспорта, к сожалению. И первый раз статический экспорт я использовал для этой презентации. Вот. Да, но я думаю, самый простой способ, потому что там типа статик, он, по-моему, он запускает билд, по-моему, запускает, вот. Ну, я не подскажу, честно. Окей, еще момент. Как-то решается вопрос переспользования кода. То есть тот же самый хэд у нас залетает в каждый индекс-файл, это никак не… А, ну, это же не код, это HTML. Если мы на сервере, как бы, перендер, это HTML, да, как бы, соответственно, он будет попадать, ну, если мы, как бы, его определили, что он будет перендер. Там же как, запускается перендер страницы, да, и если у нас для конкретно данного роута мы показываем хедер, он в HTML попадет. А если нет, то нет. Да, окей. Да. Спасибо. Ну, так с любым, как бы, компонентом. Еще вопросы? У меня вопрос вообще в целом про роутинг. Получается без серверной составляющей сейчас на своете роутинг никак не реализовать, да? Почему без сервера? Вот как раз статический экспорт решает проблему без сервера. То есть мы можем взять на выходе и получить полную статику. То есть, допустим, причем, мало того, что мы можем, как бы, допустим, задефинить какие-то дополнительно… Ну, если у нас прям статика, статика, ну, точно не динамическая, да? И мы, допустим, вот те же самые серверные роуты определили, да? То есть, помимо того, что мы определили именно страницы, да, как свелт-файлы, мы определили еще и серверные роуты, да? Вот JS-фрат там какой-то сделали прилоут. У нас, как бы, будет происходить краулинг, у нас произойдет переход на этот роут, для него заберутся нужные данные, сгенерится нужный HTML, да? Соответственно, у нас сгенерится HTML для страницы и все, там, ну, как бы, там, теги, да, там, все прочие, там, скрипты. Вот, и у нас для серверного роута тоже сгенерится, да? Вот эта штука, которая нам будет эти данные возвращать, здесь там, ну, динамики нет. Соответственно, мы получим на выходе чисто статические файлы. Вот. Ну, опять-таки, это обработка на сервере сначала произойдет, потом не отдастся приложению уже. Нет, это же статика, ее можно раздавать чем угодно. Это просто статика получится на выходе. Ну, да. Ее можно раздавать чем угодно, там у AsunJing стоит, как бы, ее сервер статику, все, как бы, да, да. Ну, как бы, а как это можно сделать по-другому? Ну, я немножко не об этом не уведу. Мой основной статик, например, Vue.js, там роутер есть. Ага. Вот, он мне отдается изначально, ну, как какой-то программный код. Я никакой, например, серверной обработки, если у меня SSR-а нет, я не делаю. Вот. А сапер, он, получается, стартует на сервере и начинает обрабатываться на сервере или нет? Если мы используем его как именно приложение, да, то есть с бэкэндом на ноде, то да. Если мы используем статический экспорт, то нет. Ага. То нет, мы просто генерируем статические файлы, кладем их там, они в папке лежат, и у нас, допустим, нажимка раздает. Ага, все, поняли. Да, то есть, как бы, вот так. То есть вопрос, на самом деле, мне кажется, сводился к тому, можно ли использовать сапер как роутер к свилту. Нет, это его неправильное использование. Сапер – это NUXT. Да, вот NUXT – это изомортный фреймворк, который нам реализует, как бы, работая на серверный клиент, серверный роутинг и клиентский роутинг. Сапер – это вот оно. Статическое, это все экспорт, это все замечательно, но это про другое. Для свилта есть полно роутеров, вот, всяких разных, да, то есть я там приводил свилтасом, да, который есть, там десятки, наверное, роутеров различных. Я в последнее время всем советую роутифай, не знаю даже, с чем это связано, кроме того, что это чисто клиентский роутер, который подсмотрел идею сапер. То есть вы также, там есть директория страниц, где вы добавляете вот так же странички, он добавляется еще одним шагом в компиляцию, в build time, и он генерит, скажем так, чисто клиентский роутинг, но по принципу сапера. И кода на сервере уже это как бы нет, это чисто СПА уже получается история. А вот там, по-моему, это вот об этом. Да, это как раз именно правильно. Это желание, да, то есть многие сейчас, так как нет официального роутера у свилта, многие берут сапер для роутинга, это как бы не очень правильно, вот, и, наверное, это как раз об этом вопрос, что надо будет сделать какую-то опцию, чтобы можно было эту SSR часть отключать. Вот, возможно, это будет. Но, в принципе, и без этого можно. То есть, на самом деле, SSR может подружить вообще любой роутер. Первый роутер, который мы использовали для свилта, это был старый добрый page.js, который там был написан, значит, tgm, который там создатель экспресса, да, там, в каком-то там, не знаю, году. Он уже не поддерживается, и мы там буквально одним файликом, да, подружили его со свилтом, и нормально все работает, как бы, это вообще не проблема. Роутинг – это не проблема. Еще вопросы? Про прелоут очень много должно быть вопросов. Как фетчить данные из аморфно. Мне кажется, в следующий раз у нас будут подарки тем, кто задает вопросов. Спасибо, спасибо. Вопрос такой, там встроенный метод фетч, ну, понятно, для чего. Встроенный метод error – это замена throw error просто там? Через него пробрасываются ошибки, что ли? Нет, это error – это редирект на страницу ошибки. У нас есть специальная страница ошибки. Нет, вот виз error. А, это оно и есть. А, это оно и есть, да? То есть это мы не просто ошибку выбрасываем в JS, ну, да? Да, да, просто он берет и показывает, ну, то есть сервеная страница, точно такая же страница, там точно так же работает… Ну, понятно, а виз фетч, соответственно, это просто, как бы, обертка над запросами, да? Да, это просто обертка над фетчем, да, да. Все, спасибо. Да, из аморфная. Опять же, эту страничку можно задизайнить как угодно. Да, да. Да, и она будет с помощью вот этого Z-server, она будет работать из аморфной на клиенте на сервере. То есть там отдаваться сразу, а там она переключаться будет на клиенте. Еще вопросы? Про preload на самом деле очень интересная тема, то есть там можно всякие фишки делать, и еще мало было сказано о процессе, потому что это тоже очень здоровская вещь, когда вы можете сформировать какой-то набор данных и прокинуть с помощью вот этого простого механизма себе на клиент и использовать их там где угодно, и вам не надо вообще париться насчет вот этой вещи, да, то есть передачи данных, никакого начального состояния, характерного для этого конкретного юзера, да, или для этого подключения. Там большая тема, в общем, спасибо большое за доклад, все было здорово.